каждый раз открывая цикл лекции по режиссуре кино я показываю студентам свою коллекцию фотографий который называется фейс-контроль эти фотографии исследуют психофизиологический феномен которые в науке называется пареидалия каждый из нас с детства умеет различать в рисунках обоев или в облаках каких-то неведомых существ или какие-то мордочки физиономии и вот эта коллекция фотографий она как раз об этом первая фотография мы видим это строительная сетка со случайными какими-то дырами которые образовались в процессе работ но тем не менее наше воображение упорно видит в этом какое-то чудище она одновременно страшная и одновременно забавная ну как-то вспоминается фраза из известного мультфильма про привидение страшное но довольно симпатичная хотя опять же повторюсь мы ясно видим что это строительная сетка и какие-то разодранные вот эти вот дыры это демон опустевшего дома хотя мы видим что это какая-то полуисплевшая афиша даже вот номер с магическим мистическим сочетанием цифр все как-то вот совпало и одновременно мы видим что за этой афишей опять открывается какая-то еще одна физиономия то есть это некое такое двуличие вот это вот афиши похоже на балахон который надевает во время праздников хэллоуин и вот этот какая-то недоброе ухмыляющийся физиономия в общем какой-то замысел но это на стене какого-то вот старого дома нежилого видна штукатурка которая вот она и потрескалась и расходятся но тем не менее вот такой вот образ а это я как раз с друзьями шел по тайскому острову панган и рассказывал им как раз о паре дали и о том что есть такой феномен на объяснял его механизм с научной точки зрения мы идем по дороге дорога делает поворот мы видим строительную курс кучу и на ее вершине мы видим вот этот персонаж это произвело на всех потрясающее впечатление и персонаж такое видно что вот он совершил какую-то тяжелую работу и сейчас отдыхает но при этом поглядывает на нас достаточно недобро и вот там где вот мы видим глаза там вообще говорят вот эти вот какие-то металлические прутья и от них вот это вот отражение дает вот такой горящий какой-то огонек это добавляет мистики а это очень интересный персонаж абсолютно мистически потому что в момент съемки его не было я снимал совершенно другой объект но уже дома обрабатывают фотографии я увидел его на экране монитора выглядит это вот так вот вот прорисовывается оригинал я фотографировал автобус у которого вот такой вот интересный номер из одних четверок и нулей он ехал на большой скорости я успевал только вот скинуть фотоаппарат и как вот ковбои фильмах достают свой кольт вот так и практически не глядя сделал кадр и теперь посмотрите вот это морда в действительности это светодиодное табло с цифрами номера маршрута но поскольку светодиоды мерцают затвор сработал именно вот в какой-то такой момент когда вот мерцала именно вот эта группа светодиодов а вот эти красные светодиоды эта часть табло на котором написан сам маршрут от такой-то точки от такой-то остановки до такой-то и в момент съемки мы видели там здесь какие-то цифры маршрута здесь какие-то названия остановок и теперь вот посмотрите как злорадно смотрит на нас вот эта физиономия и этот красный коготки какие-то это что-то ну так вот как тут как чертик на боку который не подчиняется законам земного тяготения вот он на нас вот так вот смотрит и тут опять вот этот номер вот так вот интересное такое совпадение но в общем любители мистики могут тут очень интересные продолжения какие-то придумывать следующий кадр называется залезла это в карелии ангар в котором выловлены выловленную рыбу готовят к транспортировке и вот подъезжает фура дальнобойная и в нее погружают продукцию произведенная и вот какой-то из водителей сдавая назад примел водосточную трубу и воображение моментально видит какое-то неведомое животное которое в своей наивной радости вот она и когда я выложил эту фотографию в живом журнале там есть прекрасное сообщество называется smile detected пользуясь случаем передаю ему привет и там кто-то оставил комментарий она лезет на дом чтобы укусить его фонарь то есть зрители тоже видят этот сюжет и дорисовывает продолжает этот сюжет и он живет их воображение оживает к слову сказать когда я показываю эти фотографии в живой аудитории какой бы она ни была большой не остается ни одного равнодушного человека с места начинают подсказывать какие-то другие названия альтернативные где-то люди начинают видеть еще какие-то другие смыслы всегда в зале оживления хоть на пять человек хоть на сто человек все начинают вовлекаться в эту игру это говорит о том что вот этот механизм биопсихологические вот этого распознавания он есть у каждого из нас а это я однажды заблудился в закоулках балийского поселка и и наткнулся на старый дом и эта стена там когда-то висел кондиционер и какой-то неведомый монтер снимая его со стены вот он перекусил эти трубки фреоновые там как-то загнул эти провода чтобы это все не мешалось и наверняка он и сам не не знал и не видел что у него получилось и я назвал этот кадр танго и вот этот белый провод посмотрите он одновременно и шлейф их движения и это шарф на шее танцовщицы и страстные переплетенные руки танцоров и как-то это вот очень лихо все получается очень такое страстное чувственное движение без сомнения это танго а это казахстане в алма-атте два неведомых существа то ли это их глаза то ли их поднятые к небу ладони но они между собой взаимодействуют они явно счастливы хотя мы понимаем конечно это фонари над дорогой но тем не менее вот наше воображение она готова включиться и и увидеть какой-то сюжет даже вот здесь это еще одни чувства посмотрите это явно влюбленные существа вот они крепко держатся за руки и они так будут стоять многие наверное даже и века прямо такой символ многолетней верности и любви посмотрите совершенно трогательный сюжет с моей точки зрения это еще один сюжет опять же в вильнюсе но это какая-то ссора до барышня обиделась а кавалер идет сзади вот он спиной прячет вот этот цветок раскаивается готов просить прощения и прощение последовало вот их уже она обернулась и они взаимодействуют это трубы уже у другого дома но они стояли вот рядом вот эти два дома я не успел вот пережить так сказать предыдущий кадр вы сделал буквально несколько шагов и увидел уже продолжение этой истории а это вильнести у меня окно выходил на этот дом и он интерес имеет интересное такое свойство до примерно двух часов он смотрит в одну сторону а после двух часов он смотрит на меня но посмотрите это то ли барашек то ли щеночек и но откровенно вот прямо вот он смотрит в одну сторону а потом он смотрит на зрителя посмотрел да это пролитые утренний кофе пролитые высохшие я несколько дней у меня рука не поднималась стереть это пятно настолько она получилась очень точное и живописное какое-то милое животное какой-то крызун обидевшись удаляется от нас вот она его обернувшись даже вот нам что-то вот кричит я ухожу будете знать как вам будет без меня и напоследок это каким-то одним прекрасным утром я выглянул в окно и увидел шляпу вильнюса было впечатление что добрый дух вильнюса поднимает шляпу каком-то приветствии и благословляет меня на новый прекрасный день в своем обществе этот веселый эксперимент дает некоторые ключи к пониманию того как работает наше восприятие и соответственно уже из него легче и логичнее происходит понимание правил кино того как мы зрители смотрим и видим экранное произведение понимание этих правил помогает авторам кино видео произведений донести до зрителя самые тонкие смыслы своих произведений а зрителям помогают понять эти смыслы увидеть те оттенки смыслов которые ускользали из внимания раньше и таким образом очень часто можно услышать от зрителей что вот теперь мы смотрим фильмы с другим пониманием и лучше их воспринимаем в описании к видео я оставлю все необходимые ссылки на наши ресурсы и на видео курс секреты кино удачи и всего доброго